Всех благ и пусть будет мир. И, как всегда, мы встречаемся в конце недели и пытаемся подвести итоги, посмотреть, что интересного было за эту неделю и в каком направлении движется Армения. Итак, первый вопрос, к чему готовит свое общество Алиев, а к чему готовит свое общество Пашинян? Для всех я бы хотел напомнить слова Лидл Дарка, который говорил, что главная цель войны – это добиться лучшего состояния мира, чем до конфликта. Целью которой является что-то другой, априори проигран. Целью войны Алиева и тех, кто за этим стоит, а их цели совершенно другие, а не лучших условий мира, чем это было до конфликта. Они все, в априори, уже проиграли, включая армянские власти. Потому что я считаю лично мое мнение, и не только на основе моих умозаключений и аналитики, а и на основе информации, которую мы располагаем. Оно является соучастником всего, что мы сегодня в Армении видим, глобального заговора против Армении. Цель Алиева очень проста. Это давнишняя их идея о Великом Туране совместно с Турцией, воссоединение тюркских народов. Кстати, это не только идея Турции и Азербайджана, но и другие игроки стоят за этим. За этим стоят британцы. Как ни странно вам покажется, за этим стоит Россия. И переформатирование этого давно уже происходило в России с помощью таких людей, как Дугин, Песков, Короченко. Ну, много там идеологов, которые Россию к этому подталкивали. Это большой комплекс. В дальнейшем, после событий 2008 года, 1 марта, начался подбор кандидата для этой операции. Я уже буду говорить языком профессиональным. С точки зрения операции, опускает службу национальной безопасности, слушает. Значит, и наша военная разведка тоже. Потому что это их ответственность была. Упредить игры иностранных государств на нашей территории. Подбор кандидатов начался после событий 2008 года. Конкретно с 2009 года. Потом мы говорим о мадридских принципах и так далее. Казанские договоренности и все остальное. ОБСЕ и так далее. Значит, нужно понимать одну вещь. В ОБСЕ входят три страны. Ну, входило три страны. Сейчас это немножко процесс такой, в укороченном состоянии. Соединенные Штаты, Франция, Российская Федерация. Три страны, у которых совершенно разные геополитические интересы в регионе. И вообще в мире они расходятся. Единственное, в чем они сходились, это российские углеводороды. Использование недор России. Все это максимум, на что они соглашались. Ну, и русские были ведомыми долгие годы. Задача ОБСЕ, ОБСЕ еще ни в одну страну мира не принесла. Не принесла и никогда не приносила. Задача ОБСЕ, это контролировать войну и управлять этой войной. Вот это функции ОБСЕ. Знаете, как мы их называли все годы? Этих представителей ОБСЕ, которые приезжали и в Армению, и в Карабах. И Карабахский МИД их тоже так называл. Их называли вип-туристами. Они приезжают, их хорошо встречают. Многие то, что вы сейчас приписываете и говорите в адрес ОБСЕ, говорят в адрес России. И сама Россия, так говорит в адрес ОБСЕ. Россия такая же. Она ничем не отличается ни от Франции, ни от Соединенных Штатов. Я говорю про ОБСЕ, не про Францию и США. А я говорю про Францию, США и Россию. Все их представители в ОБСЕ, это вип-туристы. Вип-туристы, которые приезжают, их хорошо кормят, хорошо встречают, катаются. Они получают хорошие бешеные зарплаты по меркам Европы. Это вип-туристы, которые здесь ничего не решили. Что они решили за все эти годы? Ничего. Значит, то, что хочет Алиев, понятно. Но то, что и хочет Ереван, тоже понятно. И ведь, смотрите как, все, что нам говорят, нам говорят после того, когда уже все происходит. Вот, например, возьмем село Тех. Там еще задолго до этого конфликта, который сейчас многие головотяпы называют провокацией Азербайджана. Ну, если мы позволяем Азербайджан провоцировать, они спокойно пересекают пограничный пост. Потом какая граница, если еще нету делимитации, демаркации, мы не подписали, еще нету признанных границ никем, ни нами, ни ими, ни всем мировым сообществом. Кто дал Пашиняну право, вот там конкретно, или директору службы национальной безопасности, говорить, что вот там находится наша граница. Покажите мне документ, на основании которого это принято. Кем принято? Декларация Алматинская 91-го года, 10 декабря. Тогда давайте говорить о декларации о независимости Республики Армения. Что первичное? Первичная декларация о независимости. Поэтому, когда мы говорим, кто и что хочет... Нет, вернемся, вы говорите, головотяпы, говорят, что это была провокация. Если это не провокация, то что? Провокация это тогда, когда он прорывает вашу линию обороны, туда внедряется, вкленивается. Что произошло в Гуси-Латех, когда люди убиты? Пропустили. Пропустили. Послушайте, кто их туда пропустил? Папа Римский, что ли? С чьей командой их туда пропустили? С командой военно-политического руководства Армении. Мы же видели, на какой скорости этот пикап туда несся. Вы там видели блокпост? Там нету никаких инженерно-форсификационных сооружений. Обычно это ставится вот так вот. Плиты, да, железобетонные. Ставятся колючие проволоки, и пикап напрямую проехать не может. Что он должен вот так вот маневрировать и так далее. Это позволяет пограничникам открыть огонь на уничтожение, либо предупредить. Что было у села Тех, по-вашему? У села Тех была... Значит, что я скажу? Это не первый их туда приезд. Они постоянно там говорят. Постоянно встречаются, да. Судя по тому, как он спокойно ехал и въехал, нету никаких оборонных оборудов. И как долго они, в принципе, беседовали? На разных... С начала марта месяца там уже посты стоят. Вот у меня недавно была моя передача в рубрике, да? Ну и Антопан. Я показал на фото, где находятся позиции Азербайджана. 25-30 метров от нас. Чтобы противник пришел, встал перед моим носом, грубо говоря, отсюда, вот до выходной двери, это 25 метров. Я ему должен дать разрешение прийти, поставить технику инженерную и копать траншеи. Они сначала эти траншеи роют, потом нам говорят, что Азербайджан приблизился. Это вот когда вот некоторые политики говорят, что Пашинян сначала больше делает, чем говорит, или сначала делает, потом говорит. Я совершенно согласен. Он сначала их пускает на нашу территорию, а потом нам об этом рассказывает. Но договоренности такие с Алиевым. Вот мы с тобой договорились там, ты... Еще раз хочу сказать, когда говорят, что Никол Пашинян является антироссийским политиком и вот этим всем русаметом, ну, пророссийским силам, я хочу сказать, успокойтесь, он самый пророссийский политик в Армении. Потому что после его заявления в парламенте, да, в отношении признания территориальной целости, разблокировки транспортных коммуникаций, ну, в общем, все для Азербайджана называется, да. Раньше у нас был лозунг «Все для победы», да, сейчас у нас надо писать лозунги «Все для Азербайджана». И в парламенте, и в правительстве, и везде. И в силовых блоках тоже надо, когда к ним заходишь, там должно быть написано «Все для Азербайджана». Я бы перефразировала «Все для Алиева». Ну, сегодня Алиев – Азербайджан. Вот так скажем. Так вот, когда сделал Пашинян заявление в парламенте, единственный, кто приветствовал его речь, был пресс-секретарь президента России. Больше никто. Все. Байден не приветствовал, пресс-секретарь Байдена не приветствовал, пресс-секретарь Макрона не приветствовал, что признаем территориальную целость с Азербайджана, да. Приветствовал только Песков. Вот. Поэтому, когда вы говорите, что Пашинян – это антироссийский, он такой проевропейский, прозападный, Запад что-то не отреагировал на его заявление, им даже многим это не понравилось. Это вот когда многие говорят, мы имеем там коммуникации наверху, в Европе, на Западе. Там, где я общаюсь, вы даже ручку от этой двери в жизни не тронете. Я знаю их настроения, которые просто были в шоке от заявлений Пашиняна. В шоке. Кстати, я вам хочу сказать так, подавляющее большинство силовых блоков в России, в отличие от Кремля, тоже в шоке и не согласны с тем, что заявляет Пашинян. Потому, зачастую, некоторые точки соприкосновения есть по вопросу слива собственной страны. Это идет настоящий слив. Но просто сейчас, что хочет Алиев, еще раз хочу сказать. Алиев хочет больше, чем он может взять, но пока у него это, к сожалению, получается. И когда мы говорим, что, или хотят нашему народу объяснить, что идет какая-то очень умная, хитрая игра нашей власти. Знаете, какой бы я диагноз поставил нашей власти? Значит, это образ, это умственная мутация в состоянии когнитивного диссонанса, раздвоенной личностью, атрофии левого полушария, метастазами правого полушария, полной аденомой мозга и в состоянии сифилиса в душе. Вот это образ психологического портрета нашей власти. Вот все, что есть сверху донизу, от аденомы, до метастаза, все в голове. Это вы сейчас придумали или дома заготовили? Нет. Как вы это все вспомнили? Нет, у меня это давно диагноз поставлено, я его решил высказать. Вот это состояние. Когда сейчас многие рупоры, у нас созданы в Ереване рупоры, в Армении, по типу Жириновского, они идут, получают задания властей, потом приходят, пытаются нашему населению объяснить, которые говорят, не нужно сейчас никакой войны, 29 800 квадратных километров. Надо мир, потому что если вдруг начнется кипиш в регионе, Европа-Запад не потянут против Азербайджана ничего сделать, потому что там Украина. Если Европа-Запад такие слабые, что они там не воюют, они всего лишь поставляют, что им там тянуть? Значит, да, это десятка двигателей мировой экономики стран. Если мы должны слушать, что когда нам европейцы говорят, вы здесь не воюете, не дай бог что, мы Украину не сможем спасти, то есть они говорят, вы подписываете сейчас мирный договор, сливайте собственную страну, пока мы от русских спасаем Украину. Я этим людям хочу сказать, вы что, реально у вас сифилис в голове? Вы что, идиоты, или нас считаете идиотами? То есть я в угоду, армянин, спасению Украины, должен слушать западных маразматиков и говорить, что давайте вы здесь все сливайте, потом, когда мы расправимся с русскими в Украине, мы военным путем и с Азербайджаном все решим. Давайте здесь остановимся. Вы сказали, мы не будем слушать западных маразматиков, которые заставляют нас слить Армению. У нас вы, начиная с УДКБ, вы по моей просьбе еще раз повторили, что УДКБ, я извиняюсь, не УДКБ, УБСЕ, сказали, нет, нет, к УДКБ мы вернемся еще. Сказали там США, Франция, Россия. Давайте посмотрим, если запад нас толкает к тому, что мы слили Армению. Россия нас туда же толкает или в какой-то другой стол? Хорошо. Они сейчас борются, кто больше прогнется перед Турцией и Азербайджаном. Соревнуются между собой. Кто красивее нас сольет? Россия, Запад с Европой. Или у кого раньше это получится? Кто красивее, раньше, конечно. Это же перегонки. Это извечные перегонки. А мой народ хотят увести в сторону. Говорят, надо потерпеть. Пашинян сначала делает, потом говорит. Амадзайны, бахпель. Делает. Столько сделало, что 150 квадратных километров потеряли. И потом говорят, что Азербайджан в Запад вышвырит, и мы будем воевать, мы будем драться. Во-первых, покажите мне этот интеллект в генеральном штабе, куда он драться будет. Сейчас мы обрисовали вот эту ситуацию, я еще раз подчеркнула то, что вы сказали, и смотрим, а что тогда делать Армении в таком случае, если и Запад, и Россия, они на перегонки сливают Армению. Они сливают Армению по одной простой причине. Политическое руководство и безграмотно Армении. Это безграмотные люди. Я уже их психологический портрет выписал. Там и аденомы, там и атрофия, там и мутации. Там все. В таком мозге или в таком мозгу ничего зарождаться не может. Это субъективный фактор. Берем объективный. Их интересы, их... Значит, еще раз говорю, если вы, Гаяна, не сопротивляетесь, не сопротивляетесь, то все понимают, что вы боитесь. Ведь что происходит с этой властью? Она боится потерять власть. Почему она боится потерять власть? По одной простой причине. Не потому, что с Арменией что-то произойдет. Армения без них начнет процветать. Она боится потерять власть, потому что власть для них вопрос выживания. Они столько всего натворили... Кто это они? Все политическое руководство Армении. Политическое руководство Армении, мы это уже поняли, что там диагноз вы уже два раза озвучили. Я объясню, почему нас сливают. Так, пожалуйста. Потому что они видят, что эти ребята ради удержания себя у власти готовы на все. Интерес слить Армению у западных игроков, я думаю, у них не такой объединенный интерес не будет. У каждого свой интерес и интерес у России. Там два игрока всего. Всего два игрока? Конечно. На Западе, да. А вообще один. Кто? Соединенные Штаты сегодня. Британцы играют, вот когда некоторые называют, что это большая игра, вы знаете, что это выражение? Это выражение Ми-6. Один лорд британского парламента, после того, когда Ричард Мур был назначен главой британской разведки, он сказал, что с приходом Ричарда Мура, это еще было до войны у нас, и я на эту тему писал большую справку начальника генерального штаба, с приходом Ричарда Мура Британия начинает большую игру. Большая игра это все. Это Южный Кавказ, это Малая и Средняя Азия, Центральная и Средняя Азия, это Ближний Восток, это Россия, это Европа, это и есть большая британская игра. Она называется Большое Огненное Кольцо. Так вот, и наши ораторы в Армении начинают говорить об этой большой игре, то есть это проводники этой концепции, почему они нас сливают. Большие интересы и экономические, и географические, поскольку мы себя вели бездарно как государство все эти годы, ничего мы в Армении не создали, ничего, в чем был бы заинтересован Запад и Россия, Китай и Индия, ничего мы не создали. Мы наоборот потеряли даже то, что имели, и теряем нашу духовность, цивилизационность, наше слово, как армян. Когда они видят вот это все, все их интересы сосредоточены в Азербайджане и Турции в этом регионе, Грузии как транзит. А Армения для большой игры определенных стран это кость в горле, которая не позволяет этой большой британской игре в том числе расширить плацдарм, соединить два тюркских мира и устремить объединить тюркский мир от Турции до Алтая, Казахстана, до китайской границы, где уйгуры. И представляете, какая уже не оперативное пространство появляется, а уже огромное стратегическое пространство, которое выходит на экс-стратегические вопросы, на ультра-стратегические вопросы, это уже космический масштаб геополитики. И вот мы здесь кость в горле нужно было привести к власти определенных людей. Определенные люди, вот я слышал интервью Шермазанова, один был представлен парламента Армении, который тоже говорит, земли для чего брали, для того, чтобы торговались, извините, вы 20 лет себе торговались, ни до чего не торговались, ни до чего. Я знаю, что третьего президента Армении уже начались достаточно серьезные давления по этому вопросу, поэтому ему нужно было, вот его команда третьего президента не в курсе, что за игра произошла. Может быть, один-два человека. Это тоже договоренность. Когда я говорю об операции 2009 года, с 2008 она началась, я говорю о том, что был поиск кандидата, который до конца уже сумеет реализовать эту программу. Программу по? Реощренению Армении и избавлению от вопроса Карабаха. Так вот, кандидат был найден. Итак, мы теперь говорим о том, что почему Сержа Саркисян, Сержа Саркисян, я знаю хорошо еще с 90-х годов, его дураком назвать нельзя. Этот парень достаточно умный. Другое дело, каким он стал армянином, это другой разговор. А вот то, что он никогда бы не сумел сам подписать, и вы, я почему-то говорю, что Сержа не дурак? Если бы Серж захотел остановить начало революции, ну, псевдореволюции в 18-м году, он бы это остановил ровно через 40 минут. И поэтому он ушел в кусты, чтобы не подписывать? Он не то, что не в кусты ушел. Чтобы не подписывать по-вашему. Он содействовал приходу к власти новой команды, чтобы они все это реализовали. Все договоренности... Ну, вы говорите, он бы сам не подписался. Сам бы не подписался. Нужен человек, который подпишет. Хорошо, мы вернемся давайте к... Несколько вопросов было поднято, и пока что мы давайте сгруппируем их. Первый вопрос, к чему готовит общество Алиев, к чему Пашинян, я не забыла, мы вернемся к этому. Вот самый последний, кому это выгодно, вы говорите, Британии, большая игра, давайте доведем до конца, кому выгодно слить Армению, вы так называете, что и Запад, и Россия, они на перегонке сливают Армению. Я спросила, давайте опишем их выгоду в этом. Я уже сказал, это энергетические, региональные, логистические. Великий Туран, да, мы говорим о Туране, правильно? Туран, это не... Я правильно понимаю, что им выгодно создание этого великого Турана? Да. При том, что, смотрите, Туран, это политический проект, больше, чем экономический. Ну, конечно, экономика... Хочешь его называть, если он реализуется, то он будет и политическим, и экономическая составляющая. Изначально он политический. Политический. И он охватывает влияние, я еще сказал, от Турции до китайской границы, это включает, туда попадает и российская территория, да, по, извиняюсь, Алтае, вообще тюрскоязычные народы, которые в России живут. Значит, этот проект осуществляется на наших глазах. На наших глазах. А Россия поняла, что бороться с этим проектом она рано или поздно не сумеет. У нее сил не хватит бороться с этим, против этого проекта. Но, как говорите, если не умеешь противостоять, тогда попробуй возглавить. Ведь всегда так делается в политике. Если ты не можешь чему-то помешать, ты должен это возглавить. То есть, смотрите, и Запад нам кричит, откройте дороги, да, мы же сейчас слышим. И Шаль-Мишель, и Боррель, и так далее. Говоря, откройте дороги, вы, наверное, имеете в виду конкретно один участок. Все остальное миллион раз говорено, что открывается. Да, речь идет только к конкретному участку. Потому что это не только единственная дорога. Это и есть турам. Откройте дороги, это понятие слишком шире, чем в это вкладывается в Занизурский коридор, называемый. Все остальное это ерунда. Все остальное потому что. Потому что через Занизурский коридор строится в Великой Дороге. Конечно. Конечно. Гарина, а какие дороги мы еще должны закрыть или открыть? У нас что, с Грузией или с Ираном дорога закрыт? У нас всего три дороги. Там, видите, там Турция, Азербайджан, Грузия, Иран. Две из них работают. Так или иначе самолеты туда летают. Но нам не надо экономическую дорогу с Турцией никак, потому что она поглотит наш рынок. Я уже устал об этом говорить и не хочу к этому возвращаться. Поэтому я говорю, открывая Зангизур, вот все остальное, что вам говорят, Карабах, другие дороги, инфраструктуры, транспортная коммуникация, армяне, вы начнете обрастать салом, жиром, вы будете богатеть, хрустеть от денег. Все это ерунда. Основная философия это Зангизур, это соединение тюркского мира через нас. Когда мы его откроем, нас поглотят. И причем там должны стоять ФСБшники и российские, чтобы... Да кто бы не стоял. Нет, чтобы через них проходила вся эта артерия. В любом случае это уже... Да, потому что они хотят держать под контроль этот проект. В наших интересах вообще-то этот проект не должен быть реализован. Я еще раз хочу сказать всем нашим силовым блокам. Вы, вот открывая Зангизур, вот говорят такие вещи в парламенте, вы должны понять, вы страну приведете к двум сценариям. Неизбежным сценариям. Первый сценарий это будет Румыния, а второй сценарий это будет Афганистан. Вы из армян просто превратите в талибов. Армянин не позволит, это не входит в наши национальные интересы, открыть Зангизурский участок, соединить тюркский мир. Хотите открывать тюркский мир? Пожалуйста, никто... Я могу помыть чемоданы круглосуточно вам собирать, всем, лично, как рабочие и отправить вас к ним. Это не в наших интересах. Я еще раз говорю, когда мы говорим, что вот только этот сценарий рассматриваем, этот сценарий, Афганистан тоже небольшой, сам по себе, по размеру. Но все империи, мировые, сломали в Афганистане себе зубы. И здесь сломают все зубы. Поэтому, когда я говорю, что слив собственных интересов национальных приведет здесь к трагедии в Армении. Но мы видим, что до сих пор Зангизурский коридор не открыт. Потому что они знают, что произойдет. Они? Власть. Значит, власть не совсем там сифилис, там что-то вы назвали. Нет, нет. Атрофия. Сифилис, атрофия. Да, это все излечимые вещи. Излечимые. еще не на последней статье. Они не открывают ни потому, что не хотят, потому что боятся собственного народа. Поэтому возвращаемся к первому вопросу, к чему готовит общество, ладно, Али, во вторую очередь ответим на этот вопрос, к чему готовит общество Апашинян? И насколько армянское общество готово идти под его флагом? Мы, казалось бы, мы говорим о разных странах. Азербайджан и Армении. Так. Значит, но в реальности смотрите, что происходит. Когда вот эти договоренности Москва, Ереван, Баку, Анкара, вот сдача вот этого всего, открытия вот этого всего, да? Ну, ведь, посмотрите, из американцев и французов и всех остальных эти ребята, все четверо, делают просто, я говорю, серьезно говорю, конкретными идиотами. Какая игра здесь? Они говорят, Алиев, да, Пашинян будет говорить, что он будет сохранять 29 800 квадратных километров. Но у него, во-первых, столько уже нет у него. Алиев там 29 все время говорит. Ну, Алиев может сказать и 23, и 21, он вообще может сказать 0. Давайте я все-таки апеллирую к пражским договоренностям, там помним, да, Алматинский, да, вы сейчас сказали, к чему общество готовит. Я вам говорю, к чему. Да, 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 вот к чему общество готовит. Что нового, вот что не было до сих пор? Смотрите, нет, ничего нового нету. После войны все то же самое. Значит, сначала до войны страну подвели к войне, заявление, Карабах это Армении, точка, да, я посажу за стол переговоров Арцах, и пока они не сядут за стол переговоров, я не сяду за стол переговоров. Я сразу же сделал заявление, что никогда в жизни ты Карабах с Азербайджаном за стол не посадишь. Ты приведешь страну к войне. Это сказал в 18-м году. Я сказал, после таких заявлений, для меня очевидно, что вы готовите эту войну. И эта война реально готовилась. Значит, теперь я хочу сказать вот что. Значит, когда мы говорим, что к чему готовит Пашинян и Алиев, да, Пашинян нас готовит фактически к капитуляции, а Алиев, свой народ, создает иллюзию к новой войне. Объясню почему. В этой политической операции происходит следующее. Алиеву говорят, да, ты потихонечку продвигаешься тихым сапом, но идешь вперед. Правильно? Но не может Армения сидит и говорит своему народу, это я отдаю, я отдаю, я отдаю. Ты будешь продвигаться, но Армения вынуждена будет тебя объявлять агрессором. Алиев говорит, я согласен. Потом Армении говорят, вы будете к нам обращаться за помощью в ОДКБ. Мы обращаемся за помощью в ОДКБ. ОДКБ говорит, мы изучим, мы посмотрим, создается иллюзия антироссийских, анти-ОДКБшных действий в Армении. Иллюзии. Иллюзии, это все игры. А потом вдруг ОДКБ говорит, мы сюда придем, мы готовы прийти. Это все, но извините, такой сленг, я его вынужден, это такой лохотрон для населения. Все это в рамках операции, это операция, это не теория заговора, это операция по тому, что сегодня делается. Это продвижение заводяна вперед, это подготовка к подписанию договора с ними. А это... На каких-то конкретных условиях, о которых... Пашинян уже сказал на каких условиях. Карабах это отдельно, мы его выносим за рамки, да, мы признаем. Но поймите одну вещь, Пашинян не может признавать Азербайджан с оговорками. Ведь... Здесь встает вопрос, насколько, я извиняюсь, здесь в скобках мы вернемся, насколько Карабах, Арцах, это внутреннее дело Азербайджана. Помним, нет эту оговорку. В принципе, если я и вчера своим гостям задала тот же вопрос, если Арцах, как утверждает Алиев, это внутреннее дело Азербайджана, почему вопросом Карабаха столько лет, больше 20 лет, там, ВИАПи-туристы или не туристы занимались международной организацией? Какая международная организация у вас занимается проблемой, скажем, какого-то города, да, или какого-то района армянского или азербайджанского? Какие международные, в каком случае международные структуры занимаются какой-то проблемой? Если эта проблема внутри твоего государства, разве это принято так? Кто-то так делает? Ну, смотрите, во-первых, вопрос, насколько вопрос Арцаха, это внутреннее дело Азербайджана, и опять, к тому же, я напомню опять про решение Гаакского суда. Если бы это было исключительно внутреннее дело Азербайджана, то не было бы всего того, что мы видели в Гаакском суде. Кто из наших руководителей сказал, что Карабах это вопрос Азербайджана? Пашинян? Вы мне вопросом на вопрос не задали? Не, не, я просто хочу понять, Пашинян, я просто не слышал от него такого, он говорил такие вещи? Нет, он говорил международное сообщество, меня, ну, помните, эту планку и так далее, мы помним, единственное, что приводится в пример, это слова Путина. Карабах это Азербайджан. Да, это только слова Путина. Да, но частично об этом говорит и Пашинян. Пашинян говорит, что... Кто его заставляет это говорить, вы думаете? Тот, кто говорит, что Карабах это Азербайджан, все те же и говорят. Хорошо, Азербайджан говорит, Путин говорит, Пашинян говорит, давайте посмотрим, я ни в коем случае не хочу противопоставить, я просто спрашиваю, международное сообщество, международные игроки, это западные игроки, они, также ставят этот вопрос. Почему я это спрашиваю? Потому что вы говорите, Пашинян говорит, я признаю, ведь весь вопрос в этом мирном договоре, признание границ, Карабах в составе Азербайджана или вопрос Карабаха рассматривается отдельно. Нет, ведь, по-моему, на сегодняшний день мы только эту проблему увидели. Поскольку у Пашиняна, еще раз говорю, недееспособная команда в интеллектуальном, политическом плане, значит, там, у него нету правильных советников, помощников, в этом плане, да, во внутренней политике, во внешней политике. У него есть вот эти вот ребята безграмотные, значит, и он не понимает, что его вводят в заблуждение и в Москве, и в Брюсселе, и в Париже, и в Вашингтоне. Значит, в реальности, смотрите, какая вещь. Пашинян тоже говорит, что он ведет речь о независимости и суверенитете Армении, о Карабахе, пускай говорит с Азербайджаном. Фактически он сказал, что это дело Азербайджана и Карабаха. Пускай, что это в переводе означает? Азербайджан должен говорить со своими гражданами сам. Что тут нам играть в дипломатию? Почему вы как-то пытаетесь дать объяснение этому? Может быть, я не говорю, что Пашинян имел в виду, что это отдельное государство. Может быть, это отдельная какая-то единица, пусть они сами договариваются друг с другом. Говорить Азербайджаном, говорить с Карабахом, это не значит, если он это говорил, давайте это озвучим. Я не защищаю ни в коем случае я хочу понять действительно, что на самом деле говорит Пашинян. Если мы не понимаем, то кто вообще понимает? Я понимаю. Пожалуйста, вот я поэтому спрашиваю вас. Вы слово киллер знаете? Киллер. Убийца. Когда киллер получает заказ, он что, своей жертвой говорит, я тебя через 24 часа расстреляю? Да нет, идет человек, подъезд, заходит, дом и нету. Теперь что, Пашинян должен вам все открыть, и все это сказать, что пришли завтра и не знаю, что с ним в кабинете сделали, люди. Он говорит так, как говорит, и говорит достаточно хитро, и говорит это не вам, и не мне, и не народу, он говорит Алиеву. И что он говорит? Он говорит, брат, я тебе, брат, друг, я тебе говорю, я подпишу с тобой договор, послушай, расшифровываю, неужели у нас это так сложно стало понимать? Он же не китайским иероглифами говорит. Он говорит, я признаю, прямо сейчас готов подписать 29 800 квадратных километров, независимость Армении, признаю независимость Азербайджана, а Карабах должен сам говорить с Азербайджаном. Теперь перевожу людям на русский язык. Можно и на армянский перевести. То есть, что говорит Пашинян, Ахмир, я с тобой подписываю, тебя признаю. Раз я тебя признаю, значит, все, что тебя, это твое, включай Карабах, это вот это означает. А ты со своими гражданами иди сам разговаривай. Что Николд Пашинян должен вам сказать, что это граждане Азербайджана, и идите договариваться с Азербайджаном. Ну вот Алиев говорит, этого мне недостаточно, ты сам своим ртом скажи, что Карабах это есть Азербайджан. Поскольку он, когда вот говорят, что он делает, потом говорит, нет, у него язык работает раньше мозгов. Пусть не обижается. Когда человек делает такие заявления, он загоняет себя в тупик. И эту шахматную партию вот в этой перепалке Алиев выиграл. Что он сделал? Он говорит Пашиняну, ты сказал, что ты признаешь. Я вот всегда у вас на передаче это говорил. Если будет признание, будет должно быть всего признания. И все, что есть. Все, что считает Азербайджан своим. Теперь Алиев загнал в угол премьер-министра Армении. Он сказал, ты сказал, что признаешь меня. Признание меня не может быть с оговорками или частично. И так не бывает. Признание суверенитета государства с оговорками. Так не бывает. Вот японцы не признают Курил за Россией. И до сих пор нет мирного договора между ними. И не будет, пока этот вопрос не решится. То есть Алиев поставил в угол в чем. Он сказал, спасибо. Сказал, теперь заяви, что Карабах в составе Азербайджана. Теперь что должен делать Никол Пашинян? Он должен либо будет сейчас сказать, что Карабах в составе Азербайджана. Либо должен будет сказать, да, я признаю суверенитет, но ты, тогда Лев скажет, все, разговор закончен, начинаем войну. Все. Мир сказал же, Брюссель сказал, Москва сказала, Карабах это Азербайджан. Все говорят, давайте... Стоп, 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 стоп. Брюссель сказал. А что не сказал? А что сказал? А что сказал Брюссель? Статус Карабаха надо определить. Все. Если я говорю вам, статус Карабаха надо определить, значит, пока у него нет статуса, он там. Если Европа и Запад хочет определить будущее Карабаха, я сейчас скажу, что надо сделать. Вам не кажется, что если грамотно будут работать, то... то... Я же уже диагноз поставил. Значит, ГНР, поймите одну вещь. Если... Давайте говорить так. Пускай сегодня организация объединенных наций предоставит временный статус Карабаху на 50 лет. И Карабах перейдет под мандатное управление ООН. Сводом туда миротворческих войск. Например. Международных. Например. А 30 лет говорить статус, 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 определим, никак не определимся. Друг, война в Украине началась. Теперь нужен азербайджанский газ, теперь нужен противогаз, кирогаз, я не знаю, что. И эти там всякие европейские политики бегут в Азербайджан. Там Соединенные Штаты мы вот тут некоторые ораторы говорят, что американцы Азербайджан раздолбают, вон туда выгонят, сюда выгонят. Им сейчас не нужно воевать, чтобы мы не воевали. Знаете, почему? Я вам скажу. Это как тогда понять дружественная страна Соединенные Штаты к Армении, которая хочет потом Азербайджан наказать, вышвырнуть ее туда. До этого говорили об оперативной совместимости вооруженных сил НАТО и Азербайджана. А сейчас Соединенные Штаты заявили о том, что азербайджанские боевые пилоты проходят подготовку в Соединенных Штатах. Против кого Соединенные Штаты готовят военных летчиков Азербайджана? Только две страны есть. Это мы и Исламская Республика Иран. Теперь, если нам хотят объяснить, не дай бог здесь начнется война, мы вынуждены вмешаться, Украина пострадает, да пусть страдает, это ее война. Она поддерживала всю жизнь Азербайджан и много глупостей совершает до сих пор. Теперь, если нам говорят вот так, и мы видим, что на наших глазах идет оперативная совместимость вооруженных сил Запада и Азербайджана, подготовка боевых летчиков Азербайджана в Соединенных Штатах, во-первых, на каких самолетах? Начнем с этого. Еще даже самолеты не озвучены. Не думаю, что это Су-25, а скорее всего будет идти речь и о других самолетах. Значит, мы что должны? Позволить нашими руками готовить Азербайджан усилять еще больше против нас, тем же американцам? Или мы должны смотреть, как Азербайджанскую армию готовят возможно к предстоящей войне против Исламской Республики Иран. Мы это должны позволить, когда приходят люди на различные телевизионные каналы и говорят, не дай бог это мы сейчас делаем правильно. Задача всех этих псевдопатриотов, псевдополитиков пусть занимаются математикой, искусством. Оставим в покое этих политиков псевдо или не псевдо, вернемся к тому, что вы говорите, что грамотно стоп, общество мы поняли, Пашинян к чему готовят. Вы сказали, Алиев готовит их, но это иллюзия войны. Вы почему-то сказали, это иллюзия войны. Потому что он и так искусственно все берет, ему дают. Вот 1400 метров дали ему сейчас? Да, кстати, Патеру тоже Пашинян недавно, по-моему, вчера выступил, сказал, что да, 1400 метров. Когда люди говорят, что он сначала делает, вот, сделал, потом сказал. но он сделает во время государства. Погибли еще люди при этом. Послушайте, за то, что погибли люди, не я отвечаю, не вы, я вам скажу, кто отвечает. Это власть. Если это власть ставит безграмотных военных, если у нас граница, образно, номинальная граница, это проходной двор, если командир корпуса идет, в рукопашную дерется, я армян очень хорошо знаю и очень уважаю здоровье ему. Но если командир корпуса оставляет корпус, дерется всего лишь с командиром роты, вот в эти разборки влазит, а там нету никаких блокпостов, и наша пограничная служба, и служба национальной безопасности даже не ставит там никаких барьеров для противника, потом мы слышим, что 400 метров вопрос решили, остался вопрос 3500 метров, общество наше это спокойно слушают, и тут хотят нас убедить, воевать не надо, это не надо, давайте посмотрим, что под нашим носом и русские, и американцы, и французы, и все остальные делают, и все, что происходит, это против нас, поэтому я говорю, мы должны заниматься, не смотреть, как что Европа, что Россия, если мы не будем выстраивать свою национальную доктрину, свою национальную политику, от нас любое чмо, политическое, будет вытирать ноги, будут говорить, эти люди хотят держать кресло, они готовы на все, но кто вкуснее пирог предложит, нет, я поэтому еще раз говорю, если Пашинян не меняют команду, он должен поменяться вместе с командой, и уже все требуют, и церковь, я там, насколько слышал, требует отставки. Ну, она говорит, да, такая фраза была, безвременно, мое заявление, так вот, что мы услышали в ответ от премьер-министра в отношении церкви, что они в коррупции погрязли, вы на себя посмотрите, коррупция, вот смотрите, церковь, наш институт, наш фундамент, против, вооруженные силы против, и сегодня против, общество против, и смотрите, все плохие, общество плохое, церковь плохая, армия плохая, у нас в парламенте сидят Иисуса Христоса, и в огромном количестве, и самый большой Иисус Христос на площади республики сидит, армия гнилая, никакой нету армии, спецслужбы непонятно во что превратили, какой-то полицейский орган, Никол Пашинян у нас стал самым великим и пророком Мухаммедом, и Иисусом Христом, все плохие, церковь гнилая, армия гнилая, народ гнилой, все гнилые, надо же, одного такого выдающегося Иисуса Христа мы родили еще, второго еврейского, что в обществе происходит? И когда приходит мое общество, пытаются увести в разные стороны, война плохо, война неплохо, война иногда бывает спасением, плохо для того, кто это делает. Я вот хочу моим друзьям в силовых блоках, в армии, в других местах, есть в парламенте кто-то, в парламенте друзей нет, есть хорошо знакомые, я вам хочу всем сказать, начальник генерального штаба, службе национальной безопасности, программ войска, МВД, Министерство оборудования, Министерство оборудования, там гражданские люди, ничего святого, так вот, один человек, вот так взял тряпку, намочил воду, и вот так из вас выжимает все, что хочет, сколько метров захотел, отдал, вы, я понимаю, наши военные в политическом плане, ну, 99% безграмотные люди, в политическом плане, 99% в случаях, и спецслужбы такие, в политическом плане безграмотные люди, вам приходят после Брюсселя, Вашингтона и так далее, наверняка я уверен, на заседании Совета безопасности, рассказывают дешевые сказки, а вот так будет, так будет, послушайте, там, их политики, в Европе, когда с вами разговаривают, перед тем, как нашим властям что-то сказать, их спецслужбы, их аналитики, их стратегические центры готовят своих чиновников, в отличие от наших, потом эти приходят, это озвучивают, вы не воюете, вы нам сейчас дайте время, вы подпишите 91-го года границу, потом мы с Алиевым расправимся, потом мы сделаем это, на Совете безопасности уверен, Пашинян это рассказывает всему силовому блоку, они, поскольку в политическом плане абсолютно безграмотные люди, они это воспринимают за чистую монету и позволяют одному человеку плюнуть на все то, что мы делали 30 лет. Конечно, 30 лет мы держали, мы, все мы, от себя все отделяли, отдали, все, что можно было, народ отдавал наш армянский. Мужья уезжали на чужбину, работали там, и так далее, кто как жил, так и выживал. Другие грабили в этот момент страну 20 лет и так далее. Но прийти сейчас смотреть, как бывшие поднимают голову, эти все сдают, это все одна и та же шайка, лейка, одна и та же банда. Ничего не меняется. Поэтому надежда у нас только в одном смысле. Плевать я хотел на западные предложения, плевать я хотел с высокой башни на то, что Россия нам предлагает, и каждый раз приветствует то, что говорит. Я плевать хотел на весь мир, все, что нам предлагает. Если мы из армянского государства, мы армяне, армянами не станем, будем половой тряпкой, от нас будут вытерять ноги, нам будут говорить, мы знаем, что вы сволочи власть любите. Для этой власти, чтобы удержаться, вы должны его здесь поставить, там отдать, тут слинять, тут на ваши наворованные закроем глаза. Если мы будем такими, нас не будет. Николай Пашнян 800 миллионов бумаг может подписать. Я обращаюсь ко всем силовым структурам, блокам. У вас есть аналитики, в Генштабе есть аналитики, в Министерстве обороны есть, в Службе национальной безопасности есть, в Совете безопасности есть, есть аналитики. Неужели никто там не пишет, какие вызовы и угрозы ждут мою страну? Никто не пишет? Один человек, один человек, намосит такой катастрофический урок для нашего государства. Я вам говорю, ребята, вы не думайте, Север Шарксиан тоже думал будет миллион лет у власти, Роберт Кочерян тоже думал потом вернется. Все думают, что власть безгранично длинная, это какая-то такая, знак восьмерки наоборот, горизонтальный, бесконечности. Любая власть заканчивается. Вот посмотрите, начали кого-то сажать за 2008 год, ну кто-то там начали с уголовных, театрализованные, правда, наказания начались. Но я вам гарантирую, власть очень быстро в Армении поменяется. Но я вам скажу такую вещь, все, все, кто сегодня будет иметь к этому, к этой ситуации в стране отношения, имел возможность повлиять, не повлиял, я вам даю всем слово. Всем. Вы будете за это отвечать. То, что мы сегодня делаем, каждый раз мы даем жертву. Хотите сдать страну? Один раз сдайте, но не играйте на крови наших ребят. На крови наших ребят играть вам никто не позволит. Еще раз говорю, и Москва, и Вашингтон, и Париж вас держат как болваны в польском преференсе. Никто, правда, им не скажет. Основная задача, это их геополитические программы. Это их программы, никак не наши. Они к нам отношения не имеют. Поэтому я еще раз хочу вам сказать, государство должно стать государством, и национальные интересы, это национальные интересы. А не лизатто американцам, французам или русским. Мы имеем один флаг. Этот флаг называет Республика Армения. Мы имеем один гимн. Это наши интересы. И если мы все это сейчас потеряем, потеряем будущее наших внуков и правнуков. Поэтому еще раз говорю, один человек не имеет права со своей командой полуграмотных, образованных людей, которые управляли ресторанами, еще хрен поймечем, заниматься такими судьбоносными вопросами, как наше выживание, наше будущее. В угоду любым иностранным государствам на нашей территории. Поэтому, Гайна, я хочу сказать, и призываю мой народ, еще раз хочу сказать, вам врут, постоянно врали, и вас уводят в другие стороны. Поэтому я вам говорю одну вещь. Как только вы услышите наше воззвание о том, что необходимо консолидации наций, вы должны прийти и стать все рядом. Никто вас никогда не обманет. Наша задача, это армянская государственность, а не русские, французские, американские интересы. Все желающие соблюдать их интересы, пожалуйста, вон из Армении. Владимир, на этом закончим сегодняшнюю передачу. Только единственное, что я не поняла, кто это мы, кто это нам. Мы, я, он, она, вместе, дружная страна, семья и так далее. Мы, это я, мои друзья, мои боевые друзья. Это все те, кто разделяет о том, что говорю не только я. Я говорю не только свои мысли, я говорю мысли десятки и десятки тысяч людей и тысячи писем, которые получаю. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Напомним, что мы беседовали с политическим деятелем Владимиром Богусяным. Беседовала Гайанна Ракелян. Всех благ. Всех благ и пусть будет мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok